Я вопросы буду задавать. Валерия Евгеньевна, расскажите, пожалуйста, вот сейчас, что заседание у нас прошло? У нас сейчас состоялось судебное заседание, предварительное. Рассматривался вопрос о прекращении производства по делу в связи с тем, что имеется вступившая в законную силу решения суда 2012 года. Галина Ивановна после смерти сына обратилась в суд в 2012 году, просила признать его умершим при исполнении обязанности военной службы. В связи с тем, что в тот период времени еще проводилось предварительное следствие по уголовному делу, естественно, что ей было отказано в удовлетворении требований. Она его обжаловала, но решение состоялось, оно вступило в законную силу. Несмотря на то, что в 2017 году с заключением военно-врачебной комиссии была установлена дата смерти Ивана со 2 сентября на 27 августа, на сегодняшний день имеются все законы и основания для пересмотра данного дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Но данное заключение ВВК было отменено в 2018 году, в связи с чем мы обратились в суд, будем обжаловать данное заключение ВВК. И по результатам уже рассмотрения этого дела будем обращаться в Верховный суд Республики Хакасия для обжалования решения 2012 года в связи с открывшимися новыми обстоятельствами. Скажите, вот даже вы сейчас расследуете это дело и говорите о том, что очень много несостыковок. Да, при ознакомлении с материалами уголовного дела мной были изучены протокол осмотра места происшествия и протокол осмотра трупа. В данных протоколах содержатся разные сведения в части, касающиеся предметов, обнаруженных на месте происшествия и у трупа. Итак, на месте происшествия обнаружены два бритвенных станка, гарнитура к телефону, а при осмотре трупа обнаружены в кармане телефон, зажигалка, крикет. Данные предметы не находят своего подтверждения ни в одном, ни в другом протоколе. То есть протоколы содержат разные предметы, что вызывает большие сомнения о качестве проведенного предварительного следствия и вообще о правильности выяснения обстоятельств смерти военнослужащего. То есть другими словами, простым языком, понимают Минобороны, правильно понимаю? Они же ответчик? Да, у нас получается ответчик по взысканию морального бреда Министерства обороны, так как он и является распорядителем бюджетных средств. По иску о внесении изменений в приказ командира у нас ответчик воинская часть 01-662. Естественно, что они понимают, но в силу каких-то обстоятельств они не готовы признать нашу правоту. Может быть, они бы этого и хотели, но они этого не делают. А скажите, еще последний вопрос буквально. Дело, оно еще не закончено и будет длиться долго. Правильно понимаю? Дело очень сложное. Оно на сегодняшний день уже длится почти 10 лет. И, конечно, мы бы хотели, чтобы Галина Ивановна добилась все-таки правды, потому что для любой матери это очень важно. И, ну, в любом случае мы с Галиной Ивановной будем до конца, вплоть до Верховного суда. И мы всеми возможными способами поможем ей добиться правды.